Я вот честно скажу, я тоже сталкивалась с такими случаями, когда по молодости все девушки, наверное, думают, а кто же будет там муж? И что, куда дальше идти? И я помню, когда мы закончили институт, и подруга говорит, слушай, в соседнем селе один мула есть, он такой классный, предсказывает, что будет. И она как раз уже замуж выходить собиралась. Я говорю, слушай, ну я таким вещам не верю, говорю, ну хочешь, я с тобой за компанию пойду. Приходим, короче, мы к нему, там очередь, мамочки, мы в 4 или в 5 утра приехали в это другое село. Стояли в очереди до обеда, по жаре еще такой, у нас просто, чтобы вы понимали, летом такая жара, под 50 градусов на солнце. И пришла наша очередь, короче, заходим мы. И он ей, короче, начал говорить, что там у нее на свадьбе будет колдовство, туда-сюда, короче, она загрузилась. А я такая сижу, думаю, блин, я надеюсь, что мне, короче, ничего не будет говорить, я сейчас, ну, просто с ней уйду. И он такой, тебе я тоже кое-что скажу. Ты, говорит, куда-то собралась? Ну, типа, я, говорит, вижу, говорит, у тебя дорога, типа, будет, поедешь в дальнюю дорогу. И потом начал говорить по поводу второй половинки, говорит, вот тебе и замуж надо выходить. Я, говорит, вот сейчас дуа сделай, у тебя будет 3 мальчика, 3 девочки. И нагадал мне 6 детей, пожелал. Короче, сказал об этом. И говорит, а мужа своего встретишь на мосту? Ну, сказал и сказал, да, как-то. Я на самом деле шла не себе погадать, да, чисто за компанию с подругой. И где-то через месяц, что ли, так получилось, что я действительно уехала в Москву, а он мне сказал, что работу найдешь, все у тебя будет нормально. Как раз приехала в Москву, и работу нашла, и работаю уже, да, и с подружкой созваниваюсь. Она говорит, ну, что ты там, это, по мостикам ходишь? Слушай, я уже забыла про эти мостики. Она такая, ну, ты смотри, ты помнишь, что он вот сказал, что, типа, ты на мостике его встретишь? Ну, на самом деле я, конечно, это, ну, не с серьезностью это все принимала, но честно скажу, что на самом деле познакомилась я на мосту, но это был не реальный мост, а такой переход в торговом центре, где соединяются два крыла, и вот такой мост между двумя крыльями. Это я уже потом, после знакомства, я перекрутила, а прошло уже, я не знаю, сколько-то там лет после того, как мы ходили. Сейчас даже вспомню, где-то шесть лет, наверное, прошло с тех пор, как мы подходили к этому дедушке. Но я сама потом уже как раз, когда я уже была в религиозной практике, да, и помню в шатре Рамадана раздавали книги «Потусторонние миры», и я помню там прочитала, что как раз-таки там полностью освещается вот эта тема ясновидящих, да, что на самом деле у нас миллион путей, и выбор всегда за человеком, и это неправильно ходить к гадалкам. Они, в принципе, как вот шайтаны, они когда Всевышний рассказывает о том, что будет ангелом, они собираются и, ну, как взбираются один на другого, и чтобы подслушать, что же там говорится, да, о чём Всевышний рассказывает ангелам, конкретно там каждого человека, что у него будет, да, и они типа подслушивают, и что-то там улавливают, что-то слышат, да, и потом вот через вот таких ясновидящих якобы, да, они передают, но всё равно получается, когда люди идут к ясновидящим гадалкам, да, они могут услышать какой-то один из путей, да, который возможен в жизни человека, и человек, когда верит вот этому, да, он принимает это, и потом говорит, что да, точно, вот сбылось там предсказание гадалки, ясновидящие этой, да, а по факту это просто… Я уже потом разбираюсь в психологии, там, читая книги, я поняла, что мы просто притягиваем то, что мы якобы когда-то услышали. Мы просто потом идём под эту историю сами. Это была моя история в части ясновидцев. Да простите меня всё еще, что такой момент в жизни вообще был.